Здарова, братюни! С вами Серж! И наконец-то по вашим многочисленным просьбам я выкладываю свой первый урок по игре на гитаре. И сегодня я расскажу новичкам с чего начать и как сыграть абсолютно любую мелодию почти с нуля. Так что слушайте внимательно погнали. Для того чтобы начать играть на гитаре вам нужна гитара. И тут сразу же встает вопрос какую гитару взять белую или черную, дорогую или дешевую. И тут я вам сразу отвечу насрать, потому что если ты хочешь научиться ты будешь играть даже на бабкином венике. Ну а оптимальный вариант это Yamaha F310. Звук у гитары отличный и стоит она относительно недорого 5600 рублей. И потраченные деньги она полностью оправдывает, потому что гитарка реально классная, для новичков самое то. А теперь когда у тебя есть гитара надо ее настроить. Делается это в принципе очень просто, особенно если у тебя есть тюнер. Кстати советую приобрести всем кто только начал вообще обучаться играть на гитаре, потому что настраивать с тюнером очень легко. Также гитару можно настроить по слуху. Давай сейчас объясню как. Ты сейчас должен дергать каждую струну вместе со мной и при этом подкручивать колок до тех пор пока не будет звука такого же как у меня. Сразу говорю делай это аккуратно. Крути потихонечку и удостоверься в том, что крутишь ты в правильную сторону. Начинаем настраивать снизу вверх, то есть с первой струны. Повторяться каждая струна будет по 4 раза. Если ты не успеваешь отмотай назад и попробуй еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь, когда гитарка настроена, приступим к самому сладенькому. Я расскажу тебе, что такое табулатуры. Это крутые штуки, по которым ты можешь сыграть любую мелодию, любую песню, и херачить рок во дворе и все телочки будут твоими. Начнем с того, что гриф твоей гитары разделен на лады. Отчет их ведется, как ты уже заметил, наверное, с головы грифа по возрастанию. То есть получается с первого лада по 21. Внизу экрана ты сейчас видишь какую-то полоску, ты даже не знаешь, что это такое. Я тебе расскажу. Это как раз таки строчка табов. Это почти то же самое, как ноты, но только тут все намного проще. Так что смотри и слушай внимательно и запоминай. Нижняя линия в табах, самая нижняя, это твоя шестая струна. А самая верхняя линия, это первая струна. И нетрудно догадаться, что представляют из себя остальные линии. Главное понять, что строчка табов это то же самое, если смотреть на гитару сверху вниз, когда ты играешь на ней и держишь ее правильно, а не кверху жопой. Теперь перед тобой встает вопрос, что это за долбанные цифры? Мы что, здесь математикой собираемся заниматься? Нет, мой дорогой дружок, это тот самый первый аккорд, который играется в песне Smells Like Teen Spirit. Эти цифры обозначают номера ладов, которые ты должен зажимать. То есть шестая струна первый лад, пятая струна третий лад и четвертая струна тоже третий лад. А теперь попробуй сыграть. При этом старайся не задевать остальные струны, а то звук будет полным дерьмищем. А чтобы этого не произошло, я советую тебе купить медиатор или вырезать его из маминой банковской карточки и получить пи***. А теперь приступим к следующему аккорду. Он берется абсолютно так же, но только на струну ниже. Теперь двигаемся на четвертый лад и повторяем ту же самую процедуру. Расстановка пальцев все та же. Указательный палец на верхнюю струну на четвертый лад. Безымянный и мизинчик ставим на шестой лад на пятую и четвертую струну. И дальше делаем то же самое, только опускаемся на струну ниже. Надеюсь, вы поняли, как читать аккорды по табулатурам. Если непонятно, пишите в комментариях. И, кстати, мы с вами почти выучили вступление к песне группы Нирвана. Нам только осталось выучить бой и правильно приглушать струны. Начнем с самого простого. Чтобы приглушить струны, надо положить руку на гриф гитары, при этом задев все струны, но не нажимая на них, просто аккуратненько положить ладонь. После чего начинаем бить по струнам в любом направлении. И получается вот такой вот глухой звук. На табулатурах это обозначается крестиками. То есть, если вы увидите струну, на которой крестик, это значит, что ее надо приглушить. И, кстати, я забыл вам сказать, что если вы видите в табулатуре цифру 0, это обозначает, что струна открытая. То есть, ее зажимать не нужно. Сейчас вы видите на экране то, что на всех струнах 0. Ли, это значит, что мы просто проводим по всем струнам, не зажимая абсолютно ничего. Теперь смотрите, как правильно держать медиатор. Кладем на подушечку указательного пальца, зажимаем его большим. А теперь непосредственно сам бой. Вниз, вверх-вниз, чики-чики, вниз-вниз. Эти самые чики-чики это то приглушение, о котором я говорил раньше. Кладем ладонь на струны и нафигариваем. Так что, я думаю, вы поняли. Давайте теперь посмотрим сейчас на левую руку вместе с табулатурой, чтобы вы окончательно запомнили, как же все это проделывается. Я думаю, вы все поняли, и теперь попробуйте сами сыграть эту замечательную мелодию. Но перед вами стоит вопрос теперь, где брать эти самые табы, чтобы уметь играть все песни? Я могу вам посоветовать два замечательных сайта. Один русский называется GTP Tabs, второй американский называется Ultimate Guitar. И обязательно скачайте программу Guitar Pro. И как раз с тех сайтов, которые я назвал, можно качать файлики в формате GTP, потом закидывать их в Guitar Pro, и они будут воспроизводиться, и все будет наглядно показано, как и что играть. На этом мой урок подходит к концу, а теперь небольшой интерактивчик. Если ты хочешь попасть в следующий выпуск, ты должен заснять, как ты играешь мелодию, которую мы сегодня выучили на камеру, и прислать мне на вот этот вот электронный ящик. А я сделаю нарезочку из ваших видео и вставлю в конец следующего выпуска. Так что бегом все учить. С вами был Серж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!